Всем, друзья, привет! Всех поздравляю со всеми прошедшими праздниками! Ой, долго бы выкарабкивались после поездки, но вроде бы, слава богу, уже лучше. Володя раньше меня выздоровела, я ещё слабовато на горло, но уже получше. Вот такое у нас сегодня чудо! Такая у нас сегодня погода, красота! Всю ночь шёл снег, после завтрака Володя уже тут всё прочистил. Вот такая красота! Три градуса тепла, здорово! Просто сказка, посмотрите! Забор весь такой пушистый, мохнатенький. Сказочно! И тишина! Вот она, крышка от нашего газгольдера, как снеговичок маленький. Соседей нет, все приезжают только на время, в основном летом. Всё закрыто, а вот на той стороне очень много людей живут. Грубный вода. Ох, ветерок! Чудо чудесное! Ну, птички поют. Воробушки где-то, наверное. У нас сегодня снова солнышко. Почти 8 градусов тепла. Дома 21. И у нас опять переделки. В общем, думали-думали мы. Нет, диван больно большой. И самое главное, он широкий. Он занимает столько места неудобно. И тяжело сзади к нему подойти и пылесосить, и убирать. И мы решили поменять местами. Так что у нас будет диван здесь, с террасы. А этот диван будет стоять на террасе. Там терраса большая, широкая, удобно раскладывать. Вот, волосы как раз пылесосик, убираем. Всё, мы уже перетащили. Да, Волочка? Чего? Перетащили мы с тобой уже? Нет. Нет ещё? Вот он тут вот выставляет всё. Короче, у нас инструмент он купил себе вчера опять. В общем, всё. Не будем мешать. Всё. Потом вам покажу, как что изменит. Все наши новости. Только здесь немножко порядок тоже навела. Так, это здесь всё. Вот мои работы. Чем я тут немножко занималась, когда мы болели. Я вам уже рассказывала в прошлом видео. Мы очень сильно болели после приезда. Дороги заразили. Самое главное – кашель. Поэтому, конечно, я не снимала. Кашляешь, кашляешь. Вот то, что было, запасы фотографий. Сделала рамочки. Вот эти жёлтые покрасила. И, в общем-то, тут вот детки мои, наши. Это ЗАГС расписание, где мы расписывались. Всё это. Это ещё девчонки молоденькие были. Вот наш доминошка. Это мы с Алёнкой. Регишка. Отсвечивает окно, извиняюсь. Это мы тут уже с Регинкой. Алёнка с Ольгой. Вот. Вот тоже мы тут. А где? Вот Ольга. Кстати, жду, когда вот тоже надо будет пойти, где делать фотографии с телефона. Мне надо будет. И сделаю ещё фотографии все Оля на семье. Ещё буду рамочки покупать. В общем, это только-только начало. Решила этим заняться. А потом уже, когда в Германию поеду, там много фотографий хороших, прекрасных. Там, где Алёна регистрация и наши очень некоторые фотографии с Парагвая потом, в общем, будут добавлять. А пока я болела, я вот решила заняться вязанием. Тот, кто смотрел Парагвайские, знает мои, как я их называю, чуньки. Вот они. Всякие разные. Навязала. Только у меня теперь нет одеяла верблюжьего. Нашего, советского. Надо будет найти где-то одеяло на каком-то рынке. Поискать. Или же, так, сейчас я вот найду. Или же вот такие вот стельки я купила для обуви. Не знаю, подойдут, не подойдут. Вроде тоненькие, хорошие, как я и делала. Тот, кто видел, я ещё раз говорю ранее, видел, он знает. И вот это всё на машиночке я пришиваю. И получается такие вот хорошие чуньки. Так что вот сделаю и потом буду раздаривать. А вот ещё начала другие вязать другим узором. Вот они у меня один уже готовый. Недавно увидела. Так легко вяжется, друзья, если кому-то, кстати, интересно. Просто из двух две. Берёшь две петли, вывязываешь, не снимая. И первую ещё раз провязываешь. И получается вот такой вот наискосок, получается, идёт вот так вот узорчик. Вот так, если смотреть прямо, то вот они идут, такие дорожки по диагональке. Ну и тут, как всегда, из одной девять. Вот, сидела, лечилась, никуда не ходила. Поэтому я давно уже, как говорится, видео вам и не снимала. Я делала магазинчик, тут рядом у нас открылся. И вот на улице набрала вот эти ветки в ванной комнате, где вот эта ваза у меня напольная. Буду пробовать что-то придумать. Ёлку-то я брала уже. Теперь надо что-то придумать. А Бома тем временем уже вот занёс домой. Вчера ездил в Леруа, покупал вот эти ножки. Потому что диван стоит практически внизу. Те два дивана у нас, они на полу. И получается низко. Для того, чтобы сидеть за столом, он получается низкий. Володя вчера купила эти четыре ножки. И заодно выше будет. И мне так нравится. Теперь можно спокойно там и пропылесосить, и протереть швабры. Всё классненько. А я сбегала вот, купила просто. Рядышком. Тут чуть-чуть дороже, граммулька. Но зато четыре минуты от дома. Купила вот чай, хлебушек, молочко. А и вот лельцы были по 145. Хорошие крупные ледовцы. Так, всё вот это, да? Так, ну что, начинаем, друзья, работать. Заносить. Так, вот так у меня, друзья, получилось. Ох, мальчик, вот вовремя. У нас, в принципе, уже пахнет весной. Так что, недолго стоять этому букету. Потом уже будет спокойно его поменять, этот хвощ. И уже пойдут настоящие живые цветочки. Всё, что угодно. Цветочки, веточки. Вот. А думала сюда салфетку положить на пол. Нет, смотрится очень оригинально. Никакая салфеточка не идёт. Ночью у нас тут ещё мужчинчик всегда горит. Очень удобно вставать в туалетик. Вот. И вот такая получилась красота у меня, друзья. Вот. Так смотришь, красиво. И зимой не замезает, на заборе красиво. Но когда у нас было обвито, всё везде и всюду он лезет, то было, в принципе, не очень. И мы его убрали. Ой, хорошо, как красиво. Вот тут бы ещё закрыть, что как. Но, не знаю, сделать эти рамочки тоже не очень. Искусственные цветы пустить нет. Может быть, традисканцы. Хотя здесь вода, трубы. Наверное, ничего не надо. Вот. Поделилась с вами снова очередной красотой. Посмотрите, друзья, сразу сколько места освободилось. Сразу как широко, спокойно можно проходить. И здесь можно подвинуть, если никто на диван не садится. И вообще чудесно. И там гораздо места оставили побольше в уголке. И здесь вот сколько освободилось для кресла. И главное, сидеть удобно. Спинка высокая. Так хорошо голову сразу кладёшь. И немножко оно под наклоном тоже очень удобно. А та была ровная спинка и невысокая. Как мы тут диван купили. Красивый, красивый. В итоге неудобный. И дороже этих. Ну, ладненько. А, теперь Вова сказал. Так нам понравилось, что можно и пылесосить, и всё на свете. И высота классная, хорошая. Он говорит, завтра поеду, ещё одни ножки куплю. И хочет на тот приделы. Потому что там пластиковые. Уже одна ножка отвалилась. Вот, просто, говорит, возьму не такие, а возьму просто блестящие, белые. Они дешевле, чем эти под бронзу. Там на терраске пойдёт. И ещё, друзья, я уже ищу, не знаю, где найти. Не хочу я выписывать. Хочу давно наш советский плед. Клеточку шотландка с кисточками. Кисточками, вот, подобрать, чтобы он был настоящий. Его оденешь, вернее, накроешь диван, и он классный. Не ёрзает, не сползает, как вот это вот мягкие эти, все пушистики. Это тоже тоненькие, это так одноразовое. Вот надо ездить, ездить, искать. Хочу наш советский, советский, в клеточку, в клеточку плед. Так что, будем искать. Ну вот всё, друзья, вроде бы, поделились очередными новостями с вами. Вроде как раз ножки считает. Можно поднимать его, не поднимай. А зачем поднимать сейчас-то? Да, тут. Тут раз, два, три. Такие вот просто они. А где Володь, которая была поломана, ты её уже убрал? Вот я её. А, ты её привинтил уже? Да. Мы это касаем? А может, ты оставим тогда, действительно? Это больно много, больно жирно будет. Тут пока у них их 8 штук. О-о-о, не, так, всё, друзья, отпадает этот вариант. Всё, как есть, так и есть. Вон, Володя, прикрутил, нормальные ножки. Тем более здесь на террасе. А, всё. Всё. Только нас уберём, где он, четыре ножки. Всё, договорились. Всё. Тут он уже вот начал, уже готовит. Всё, кухня уже достаёт, проверяет. Всё, говорит, надо сделать сейчас, потому что потом по весне надо уже будет всё готовить. К бассейну. Вот он тут всё вымерял, перемерял. Вот эти вот ДСП. Потом тут ещё что-то прикрутил, сверху добавил. Всё высчитал, всё промерил. В общем, весной, весной пахнет. Всё. В нём, когда тепло, он здесь работает, телевизор у неё. Это я сейчас выключила, чтобы вам не мешать. Вот это, Володь, что ты купил? Как это сказать? А, вот написано. Была циркулярная. Вот. Торцевая. Торцевая, вот. Поехал вчера в Леруа один. Рад стараться, что один. Скорее урвал себе снова игрушку. Ну, мне дали. Очередную. Вот такая у нас, друзья, жизнь. Всем пока, всем здоровья, всем мира. Да, Вовочка? Да. Да, всем, Валю. Давай. Всё, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok